В Тверской области выдан первый льготный заим самозанятому. Получателем средств стал Тверской фотограф. Напомним, специальный налоговый режим, налог на профессиональный доход, начал действовать на территории Верхневолжья с 1 июля 2020 года. О том, что дает статус самозанятого, а также на каких условиях выдаются льготные займы, расскажем далее. Роман Туропов фотографом работает уже около трех лет. Проводит фотосессии, снимает свадьбы и другие мероприятия. В конце прошлого года Роман решил, что называется «Выйти из тени». Получил статус самозанятого, начал платить налоги с доходов. Среда, в которой работает специалист, достаточно конкурентная. Потому всегда нужно улучшать свои навыки и обновлять технический арсенал. Фотооборудование не дешевое, на его покупку средств нужно немало. Роман решил взять займ, чтобы приобрести новую технику. Обратился в фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области. Самая первая мысль, которая у меня возникла, что я все-таки пришел не в банк. Я прихожу в центр содействия предпринимательства. Там была задача не впарить кредит, не впарить какие-то проценты, а именно помочь. Мы спокойно с девушкой сели, она мне все рассказала, куда что писать. Очень все просто, очень все лояльно и все понятно самое главное. Льготные займы для самозанятых предпринимателей в Тверской области доступны с 1 марта. Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства предоставляет сумму от 100 до 500 тысяч рублей. Срок не более 12 месяцев при сумме займа до 250 тысяч рублей и не более 18 при сумме до 500 тысяч. В то время как средняя ставка у коммерческих банков составляет 15-17 процентов, фонд в рамках государственной поддержки бизнеса предоставляет средства на льготных условиях. Так, при наличии залога ставка составляет 4,25 процента. Без залога 6,4 процента. Главным условием получения займа является их целевое использование на предпринимательские цели. Поскольку категория самозанятого не предполагает его регистрации как юридического лица или индивидуального предпринимателя, важным фактором является их целевое использование непосредственно в предпринимательских целях. То есть это закупка какого-либо оборудования или инструмента для осуществления и реализации своих услуг или выпуска своей продукции. По мнению губернатора Тверской области Игоря Рудени, возможность получать государственную поддержку для развития своего бизнеса является одним из преимуществ введения в регионе налога на профессиональный доход. Также с 1 марта у самозанятых появилась возможность воспользоваться поручительством фонда, содействуя кредитованию для кредита в коммерческом банке. Срок действия поручительства не более 36 месяцев. Фонд обеспечивает 50% от остатка предоставленного кредита, но не более 500 тысяч рублей по сумме поручительства. Все подробности можно узнать на сайте фонда fondtvere.ru, по телефону 78 78 58 или в центре «Мой бизнес» по адресу проспект Победы, 14.